Привет, девочки! Мы с вами будем сегодня тестировать также в этом видео. Надеюсь, что в одном видео, что оно не очень сильно затянется. И мы с вами протестируем все продукты, которые предназначались мне, сразу на моем лице. То, что я получила для себя, мы в этом же видео попробуем. Поэтому я заказала от Obsession. Это тоже Revolution фирма, Makeup Revolution. Но вот Obsession. Они, мне кажется, немножечко побюджетнее. Я именно от них заказала вот этот whitening. То есть он делает основу белее. Можно ее в основу, я не знаю, добавлять в консилер, например. И у меня подружка была, и она мне оставила арт-деко темный такой, очень темный. И я хочу посмотреть, вот насколько он... Хочу взять ее. И хочу посмотреть, насколько он... Вот его... Потому что смотрите, какой он темный-темный. Реально темный. Потом, конечно, возьму мой. Потому что мой мне тоже темноват. Так. Вот этот от Petswai, он у меня Project Pen. Так, вот этот от Art Deco такой темный-темный. А вот этот, он более такой жидкий. Это Petswai. Он мне все равно темноват. Так, сейчас я вам покажу, какой этот... О, окей. Вы знаете, он очень текучий. Вот этот белый. Довольно текучий, но он реально белый. Давайте я его смешаю с вот этим сначала. Вы знаете, он действительно делает его светлее. Угу. Сейчас я чуть-чуть подалью. Вот вы видели, какую я капельку сделала. Сейчас еще капельку. Хотя, может быть, все равно будет темноват. Но посмотрим. Смотрите, как хорошо он отбелил. Я в большое зеркало смотрю. Но основа стала более такой... Текучей. Она и раньше... Такой была довольно текучей. Смотрите, вообще у меня белое лицо. Так, окей. Значит, я добавлю еще вот этого. И вот этого немножечко смешаю. Темного. С ним. Сюда тоже капельку. И вот сюда капельку добавлю. Интересно, как этот темный сменится. Потому что вот этот, который подружка взяла, он реально темный. Это Art Deco в номере 18. Я не знаю, что это значит. Значит ли, что это прям очень-очень темный. Так, вот этот смешаем. Смотрите, насколько он... Сейчас, знаете, я еще выдавлю чуть-чуть. Посмотрите. Вот он сбоку. Без добавления вот этого белого. А вот этот с добавлением. Прямо явно светлее. Не знаю, как на камеру видно, но... Я вот вижу на лице прямо... Реально теперь можно носить тональную основу. Не, он прямо у меня даже выбеливает лицо. Смотрите. Может быть, он, конечно, окислится. Не знаю. Тогда использую все немножечко как... Вот этот темный еще сверху, чтобы придать немного живости, как контурирование. Смотрите. Смотрите, ну отлично, в принципе. Работает эта штука, девочки, видите? Отбеливает очень нехорошо. Тональный крем. И несмотря на то, что жир такой, он текучий, это как-то роли не играет, ничего, все нормально. А хотя нет, смотрите, шея у меня немного белая. И вы знаете, ну вот смотрите, мы делаем все это в режиме реального времени. Вот еще белее я сделаю для шеи. А не так уж много времени это занимает, смешивание. Ну, можно было бы еще посветлее сделать, конечно, да. То есть лицо мне понравилось как. Реально осыпил, наверное, крем. А шея все-таки оказалась немного... Шея как будто кажется темнее, чем лицо. Не знаю. Так. А сейчас смешать вот этот с Art Deco. Окей, здесь не очень удачно, знаете. Он такой густой, этот Art Deco. Что здесь должно много капель. Он реально очень темный. Тут много капель должно уйти. Он как бы стал посветлее. Но он будет для меня все равно очень темным. Если правда сюда нанести. Вы знаете, у него тон такой сероватый под тот у этого Art Deco. А у моего от Petswai у него рожеватый. Вот. Разница видна. Так сейчас на лице все равно он не такой темный. Ну, девочки, короче, я могу рекомендовать. Работает эта штука. Вот эта вот от Obsession. Здесь сколько у нас грамм? 40 грамм. Больше, чем обычно в тональной основе. То есть вам реально хватит. Хватит надолго, если вы купили какой-то темный. Или вы хотите использовать просто летний тональный крем. Но такое на весну-осень. Потому что реально очень сложно подобрать себе тон, когда еще загар есть. Но он не такой интенсивный. Короче, вот эта штука очень классная. В следующий раз мы как-нибудь тестируем с вами Champagne Glow. Сейчас я вам сюда выдавлю. Хотела посмотреть, что это такое. Так. Вот такая вот капелька. Видите, она близкучая. И это просто... Ну, я не могу сказать, что это халактер. Но придает немного сияния. Посмотрите. Можем, конечно... Я не знаю, имеет ли это смысл. Потому что я хочу новую пудру испробовать. Сейчас. Ждай немножечко. Видите, она всего лишь легкое сияние придает. Она даже не такая интенсивная, как хайлайтер. Там, эссенс, пудра, хайлайтер. Я имею ввиду, который у меня есть. Видите? То есть он вместо хайлайтера не пойдет. Потому что он очень такой деликатный. Очень-очень деликатный. Его действительно можно подмешивать, думаю, в тональную основу. Запросто он не будет делать ее слишком блестящей. Окей, хорошо. Короче, вот эта вот тональная основа теперь у меня пойдет хорошо. Потому что у меня есть отбеливающая штука. От Obsession Makeup Revolution. Теперь у меня были еще три пудры. Но одну потемнее я оставила. А оставила себе сейчас вот эти две. Это Rivers. Я думаю, что читается Rivers. И, по-моему, знаете, это польская косметика. Rivers. Первый раз ее встречаю. Заказала ее на Cosmetic for Less. Она там стоила очень бюджетная, без всяких скидок. Здесь вот она открывается. Просто снимается крышка. А здесь, хоть упаковка хорошая, ну, красивая. Но, вы знаете, хлипкая очень. Тоже такой узорчик симпатичный. Но это, в принципе, не важно. Так, надо придется... Они обе такие, в принципе, по тону, мне кажется, практически одинаковые. Может быть, вот эта чуть-чуть потемнее. Давайте, наверное, вот эту светлую возьмем. Потому что тон кожи все равно вышел у меня в сравнении. С вот с грудью чуть-чуть потемнее, чем я ожидала. Возьмем, короче, вот этот. И я возьму сейчас кисточку. Здесь, в этих пудрах, в них очень мало грамм. То есть, обычно в пудрах... Знаете, она все равно темная. О, пипец. Она оказалась темнее, чем я думаю. Вроде как на руке. На руке не очень это видно. Видите? А на лице прям сразу видно. Ничего себе. Значит, я накупила себе, набрала темных пудр. Потому что я думаю, что другие будут тоже темноватые. Прокололась. Ну ладно, не страшно. Тогда я возьму сейчас, чтобы все это поправить. Эссенс. Белую пудру. И я думаю, что она меня неплохо выручит. Сейчас. Потому что, видите, смотрите, на этом фоне она прям конкретно отбеливает. То есть, она... Несмотря на то, что заявлено, что она такая... Бесцветная, но не на моей коже. Я вижу, что она чуть-чуть выбеливает. Так, все. Теперь мы все поправили. Но у нас реально мертвецкий цвет лица. Какой-то неживой. Он прямо наглухом отрыв. Не знаю, девочки, конечно... То есть, эксперимент с тональными кремами мне понравился. С пудрой эксперимент не очень мне понравился. То есть, однозначно, до лета вот эта пудра точно уйдет. А вот эта пудра... Блин, я даже не знаю. Значит, та темная, она еще темнее будет. Может быть, вот эта не такая темная. Оставлю ее еще попробовать. Так, а вот эту я уберу. А ту темную я подарю. Так, сейчас я хотела попробовать палетку. No photos, please. Сделаем один какой-нибудь макияж. Но она такая симпатичная. Я уже вынула все из коробки и базу под тени. Вы знаете, база под тени, она вот реально, знаете, какая... Она блестящая. Она как по типу Urban Decay. Под такие шиммерные тени. Вот, я не знаю, видно вам или нет. Очень она блескучая такая. Как жидкий хайлайтер. Интересно. Но я ее сейчас использовать... Я ее использую только на подвижное веко. А возьму мой I Love Color на верхнее веко. Я думаю, что здесь у нас зеркала нет. Куда же мне смотреться? Здесь зеркало есть. Здесь название на пленочке. Уберу. Но мне этого маленького зеркала, в принципе, хватит. Так, а вот этот я нанесу. Эту базу нанесу. Вот сюда. Потому что здесь у нас будет шиммер на тени. Он очень... Этот аппликатор, он очень много достает. Как-то... Видите разницу? Вот здесь вот были I Love Color база. А здесь у меня база для шиммерных теней. Вы уже знаете, как тени какие-то. Итак, девочки. Я в складку века нанесу из палетки Essence All About Me. Нюдс. Угол... Складку века я нанесу потемнее. Надеюсь, что видно, девочки. У нас просто очень пасмурно. Сейчас на самом деле еще очень рано. До смеркания рано. Но до этого была очень хорошая погода. Что я домой ехала. Очень красивое такое небо. Глупое. А сейчас что-то... Все. Закончилась хорошая погода. Так. Плоская кисточка. Я его... На половину века. Знаете, какую я возьму? Я возьму вот этот зеленый. Но не сам. Уголок я ставлю свободно. Знаете? Нет. Зеленый это будет слишком. Такой темноватый. Давайте я возьму вот этот вот кремовый. Вот этот. Я покажу вам скотч. Здесь. Давайте его нанесем еще и на базу. Вот здесь. Делает что-то база с этим. Вы знаете, мне кажется, плотнее ложится. Я не вижу, чтобы очень много эта база делала с оттенком. Вот смотрите. Вот это без базы. А это на базу. Наверное, все-таки эти тени просто... Чтобы держались. Так. Давайте уже нанесем. О, они такие... Они очень мягкие. Тени, конечно, шикарные. Знаете, складку века, наверное, нужно было потемнее взять оттенок. Ну, сейчас посмотрим. Красивый такой оттенок. Очень красивая. Прямо металлика это. Как влажные какие-то тени, смотрите. Ложатся вообще обалденно. Наверное, мне нравится. Да. Теперь возьмем мы зеленый. Вот этот зеленый. И я вам тоже сочи сделала. Он такой очень насыщенный. Но, опять же-таки, мне не очень нравится то, что вот эти вот рефилы, они такие узкие. Да, очень такой... Насыщенный, даже изумрудный оттенок, смотрите. И потом я, наверное, возьму вот этот синий в уголок глаза. Совсем синий, необыкновенно. Боже мой! Это такой благородный синий. Посмотрите, необыкновенно красивый. Просто вау, девочки. Очень красивый оттенок. Шикарный. Эта палетка досталась мне за 3 евро. Я считаю, что это шикарно. Ну и вот акция последняя, которая была. Сейчас, по-моему, ее уже нету. Акция была такая, что ты 3 продукта берешь, и 3 тебе достается бесплатно. То есть, к примеру, если бы я взяла 3 палетки, да, только 3 палетки заказала, то одна палетка досталась бы мне 100% бесплатно. Так, зеленый, интересный оттенок, но с вот этим фиолетовым как-то он не так играет, как мне бы хотелось. Посмотрю, с чем его еще стушевать. Сейчас возьму синий. И в уголок глаза его добавлю. Посмотрим, как он будет смотреться, как заиграет. Очень красивый. Да. Синий мне очень нравится. Зеленый и симпатичный, ничего. Но синий мне нравится просто обалденно. Это мой фаворит. У меня такого синего еще в моей коллекции теней нет. У меня есть сухой, красивый такой синий оттенок. По-моему, от Catrice. Надо будет глянуть, не помню точно. По-моему, точно от Catrice. От Catrice и от Maybelline есть тоже красивый. Но они все равно другие. Такого прямо нет. Но с этой палеткой такой яркий получается макияж. Сейчас добавлю чуть-чуть коричневого, такого матового в складку веку. Будет симпатично смотреться. Больше синего. И сюда немного зеленого, потому что я растушевала сильно. Смешалось красиво. Но тут хочу, чтобы больше смешалось с синим этот зеленый. Так, и теперь опять добавлю. Я добавлю сюда, наверное, симпатичнее был бы, если бы золотой сюда немножечко добавить. Но в этой палетке нет золотого. Возьму вот этот такой. Он такой более... Сейчас покажу вам такой цвет шампанского. Розовый такой. Он более сатиновый. Я не знаю, видно ли он? Мне кажется, оттенок не очень хорошо видно. Вот его я возьму. Сатиновый. Не, он не такой интенсивный. И вот здесь я его поверх нанесу. Смешаю. Так. Конечно, мне кажется, девочки, что сочетание я прямо, ну, не самая суперская, удачная взяла. Ну, ладно, это мы просто тестируем. А в уголок глаза я сейчас нанесу вот этот розовый. Он прямо розовый-розовый, без всякого шампанского. Так. И он тоже сатиновый. Ой, боже мой, это как такой baby pink. Знаете, он такой очень нежный, но он розовый, такой пастельно-розовый. Вот. Ну, мы будем еще с вами сделать с этой палеткой макияжи, только, возможно, все по порядку. Хочу еще же Revolution потестить и другие. Снова больше. Да. Мне кажется, что очень цветасто вышло. Так тени играют здорово. Сами тени, девочки, шикарные. Если там что-то вам не нравится в выборе цветов, то это, ну, моя ошибка. Так, я сейчас возьму вот этот сначала чуть-чуть подушу, а на него коричневый. Хотела вам еще показать карандаш. Я брала АW7. Так, здесь немного потемнее сделаю. Таким тоже коричневым. Из палетки Essence. Эту палетку я сто раз показывала, поэтому вам сейчас не буду ее показывать, акцептировать на ней внимание. Так, мне нужно пойти выключить суп. Секундочку. Тогда мы с вами оформим нижний век. Наверное, без вас оформим, потому что я тоже возьму оттенки из палетки Essence. Вы знаете, девочки, я уже подвела глаза карандашом вот этим. Интересно очень, потому что, вы знаете, этот карандаш, название его не как обычно, справа налево, а слева, то есть не как обычно, слева направо, а справа налево. То есть для левшей. Вот для левшей этот карандаш... Сейчас я возьму какой-нибудь от Ревел Делук и вам покажу разницу. Что... Так, если я вам сейчас переверну, чтобы он правильно был виден. Смотрите. Вот начало здесь, здесь конец. Если я его беру... Если брать его как-то... Вот интересно. Я вот этот карандаш беру в правую руку и название могу читать. А вот это могу название читать только если у меня в левой руке. Если он у меня в правой руке, то у меня кверху ногами. Я не знаю, что это такое. Но это что-то странное. В других карандашах иначе. Ладно, это не важно. Короче, он довольно твердый, пока мне показался. Хоть он заявлен как каял. Каял обычно мягкий. Но я надеюсь, что он разрисуется. Так он мне... Не очень так. Стрелка вышла... Мне кажется, знаете, что стрелка должна легче рисоваться на веки. Здесь мне приходится несколько раз проводить. Может быть, это, конечно, и плюс. На каких-то матовых тенях он будет легче рисовать. Но здесь как-то не очень. И по водной линии я прошлась. По внутреннему веку. Вот здесь вот немножечко. Там он как-то легче рисовал. Но посмотрю. Так пигментация у него... Смотрите, пигментация отлично. Он не угольный какой-то, но нормальный такой. Вот. Посмотрим, как дальше он будет рисовать. Так. Туши у меня новые нет. Но, в принципе, вы знаете, у меня и так редкие ресницы. Если даже я... Ладно. Я накрашу сейчас ресницы тушью L'Oreal и вернусь к вам. Накрасила я только верхние ресницы. Нижние не стало. Вы знаете, мне кажется, опять темновато. Я надеюсь, что вам что-то видно. Девочки, я не знаю. Может быть, просто перерыв на зиму сделать. Потому что... Ну, реально. Вот погода все время такая пасмурная. Я не могу отснять нормально видео. У меня это раздражает. Когда снимать еще? Ловить хорошую погоду? Ну, электрический свет это no-go. У меня он будет ужасный. Снимать. С освещением что-то думать. Не знаю, короче. Палетка оттенков шикарных, девочки. Мы будем ее еще дальше тестировать, но попозже. Потом. Сейчас переключимся на помадки. Хайлайтеров у меня нет. Дело в том, что контурные палетки, они были в подарок. Палетка румян, которую я думала тоже в подарок подарить, теперь я не думаю. Потому что она кремовая. Вряд ли кто-то будет ее пользоваться. Давайте, наверное, я ее использую. Вот, девочки, с чем я ошиблась. Вот она в названии. Здесь написано, что это просто палетка румян. А то, что она кремовая, написано только вот сзади. Просмотрела. Теперь у меня палетка кремовых румян. Хотя я кремовые продукты поняла, что не очень люблю. Ну, ладно. Не важно. Здесь пленка, что ли, на зеркале. Что-то мне зеркало не нравится здесь. Ладно. Не важно. Я нанесу, знаете, пальцем, наверное, вот такая у нее палитра у этой палетки. Обязательно попозже мы сделаем все свочи. Блин, как же темно. Как же мне это раздражает, а? Так. И возьму я, наверное, вот этот оттенок. Такой нейтральный розовый. Разогревает палец его. И, о боже мой. И, о боже, о боже мой. Они очень пигментированы. Ну, я сейчас на свинку похожа. Все. Слушайте, они ужасно пигментированы. Как румяна можно делать такими пигментированными? Я взяла совсем чуть-чуть. Конечно, такое не подаришь. Промахнулась. Надо будет опять припудрить белой пудрой. Какое-то видео получается. Я не знаю. Конечно, я понимаю, что тестирование, если ты что-то тестируешь реально в первый раз, то это нормально, то, что у тебя что-то может не подойти, что-то может не понравиться. Да, вот сейчас вот этот розовый не такой интенсивный. Сейчас лучше. Ну, очень такой пигментированная палетка. Я удивлена. Посмотрим. Придется мучиться с ней дальше. Ладно. Давайте сейчас... Я быстренько сделаю контурирование. И мы с вами перейдем к помадкам, потому что помадки вообще шикарные. Мне очень понравились. Некоторые уже я носила. Я их использовала. И мне они очень понравились. Так. Хайлайтер возьму я. Тоже нового пока хайлайтера никакого нет. Возьму из палетки Hollywood. Большой кистью, так как он такой очень деликатный. Видите, не особо сильно блестит. Не особо сверкает палетка. Так. И теперь давайте приступим к помадкам. Помад у меня очень много. Смотрите, девочки. И это только для меня. Вот сколько помад. Это все из серии... Сейчас вам покажу флакончики. Они, я уже могу сказать, они не очень пигментированные. Держатся они очень неплохо. Вот из такой серии, девочки. Вот они все имеют вот такие вот флакончики. И... Но знаете, чтобы не затягивать видео, я сделаю отдельное видео, где я сделаю все свочи этих помад. И я надеюсь, что погода будет приятнее, посветлее. Вот сейчас, например, смотрите. Стало опять светло. Как должно быть в нем. Не знаю. Но сейчас я хочу попробовать вот эти помады. Две AW7 я заказала. Одно... Одна помада в оттенке и папе. Такая насыщенная, красная. И я ее уже пробовала. Она отличная. Отличная. Мне нравится, насколько она кремовая. Она отлично пигментированная. Помада вообще шикарная. Единственное, что у нас про стойкость, не знаю. Вот это фуксия. Ну, соответственно, фуксия. Цвет фуксии. Вот опять стало нормально, девочки. Сейчас я вам могу нормально показать вот макияж глаз. Какой получился. И румяну. Видите, мы с вами их замазали, но все равно они видны на лице. Так. И третья помадка была от Wet n Wild я заказала. А она Duck Wine называется она. Вот такая вот. Давайте, наверное, начнем с фуксии, мне так кажется. И потом продолжим красную и винную. И на этом мы видео тогда закончим, потому что оно уже затянулось. Даже если я его ускорю, будет очень долгим. Такая, девочки, яркая помада. Очень яркая, красивая. Она очень-очень пигментирована. И она очень-очень кремовая. Поэтому ее нанести... Сейчас я вам покажу. Вот она в колпачке. И вот свотч. Видите, как она блестит? Это очень кремовая помада. То есть сушить губы она вообще не должна. Должна комфортно лежать на губах. Но не знаю, из-за того, что она вот такая... Иногда они растекаются, такие помады. Надо посмотреть. Может быть, нужно такая матовая, контурная... Матовый контурный карандаш, чтобы он вот это вот кремово сдержал как-то внутри. Надо попробовать. Без и с. Но это в следующие дни как-нибудь. Так, сейчас будет красная помада. Смотрите, стерла. Все равно не хочет пигмент уходить. Конечно, нанести ее очень сложно. Но смотрите, какой шикарный оттенок. Такой красивый, яркий. Тоже сделаю сейчас свотч на руку. Она, мне кажется, знаете, чуть-чуть по кремовости уступает той помаде. Смотрите, вот это как блестит. Вы видите? Практически как блеск. И как красная. Она, мне кажется, не такая... Ну, по нанесению мне показалась не такой кремовая. И вот она. В колпачке и на моих губах. Прямо такая. Она очень яркая. Очень-очень яркая помада. Так, и последняя помадка, которую я вам хочу показать. Это будет винная помада от Wet n Wild. Смотрите, девочки, вот я пыталась стереть, да? Я ее стерла, помаду, но все равно губы остались такими красно-розовыми. Впитывается моментально вот этот красный пигмент. В W7 такие вот помады. Так, и винная помада. Девочки, очень сложно нанести ее на губы. Она тоже очень сильно кремовая. И я могу себе представить, что летом она будет течь от жары. И тут однозначно нужен контурный карандаш. Или надо кисточкой наносить очень тонкой, потому что... Она как-то...